Иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Мир вам, братья, сестры, крестьяне! Как взаимосвязаны четыре всадника? Такова сегодняшняя тема проповеди, братья, сестры. И это важно для нас, потому что рекомендую посмотреть вам проповедь «Генеральная репетиция перед великой скорбью». Чтобы вы лучше, во-первых, понимали о четырех всадниках, о этой взаимосвязи. Также есть проповедь о четырех всадниках непосредственно на канале «Любящие истины». Тоже рекомендую посмотреть. И как оно связано с сегодняшним днем. Поэтому нам надо лучше понимать и Откровение, чтобы просто лучше понимать Библию, скажем так. И кроме того, это важно, потому что то, что сказано в Откровении, оно уже очень близко, братья, сестры. Именно что касается четырех всадников. И идёт уже период генеральной репетиции. Начинается Великая скорбь в Откровении. Это когда начинается восхождение первого всадника. Это начало Великой скорби, которая будет длиться семь лет. Три с половиной года. Это время, когда на политическую арену выйдет Антихрист. Он будет приобретать всё большую и большую популярность. И через три с половиной года он уже станет непосредственно царём Земли. Президентом всей Земли. И царство будет длиться тоже три с половиной года. Я хочу, прежде всего, чтобы зачитать Слово Божие. И я видел, что Агнец снял первую семипечатель и услышал одно из четырёх животных, горящих как бы громовым голосом. «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый. На нём всадник, имеющий лук, дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второй животных, горящий, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, сидящий на нём, дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, горящий, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, горящих хиникс, пшеница за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждая. Когда он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, горящий, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть. И отследовал за ним, и дано ему власть на четвёртую часть земли, умиршлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. То есть мы видим, братья и сёстры, восхождение четырёх всадников. Напоминаю вам, первый всадник — это Антихрист, это не Христос. Христос — победитель, а не как победоносный. И с мечом, а не с луком. Есть тоже на канале «Любящий истину» четырёх всадник, тщательно разобрана эта тема, эти вопросы. Второй — это, конечно же, всадник войны. То есть это князь бесовский, который имеет армию бесов, которые будут побуждать людей воевать. Всадник — это уже князь бесовский, который будет содействовать бедности, нищете, голоду на земле. И четвёртый всадник — это уже непосредственно болезни и, следовательно, смерть. Смерть. Как взаимосвязаны эти всадники, братья и сёстры? Ну, во-первых, они будут идти вместе, чтобы вы понимали отчётливо. Начало восхождения этих всадников, начало появления на политической арене Антихриста — это начало великой скорби, это начало восхождения этих четырёх всадников. Первый будет более видимый, то есть это будет, ещё раз говорю, появится на политической арене человек, насколько я понимаю, неизвестный ранее Антихрист, и он будет набирать очень сильные обороты своей популярности. И вместе с тем он будет закулисно влиять и, можно так сказать, руководить этими процессами, в которых будут задействованы три остальных всадника — войны, нищета, голод и болезни и смерть. Для чего это будет сделано, братья и сёстры? Во-первых, это замысел тайной беззакония, вот этих разных тайных лож, масонских лож. Они вместе образовывают тайну беззакония, которая чётко написана в Слове Божьем, что она действует, но её цель — воздвинуть Антихриста, и чтобы, скажем так, власть перешла в их руки на всей земле, во всех государствах. Выполнять эту работу, то есть за три с половиной года нужно, чтобы Антихрист стал насколько популярен, насколько влиятельен, чтобы мог уже и путём некого такого авторитета популярности, славы, иметь влияние на людей, но также и силовой метод. Нужно за короткое время, за три с половиной года, чтобы власть перешла к Антихристу. Реальная политическая власть перешла к Антихристу. Как это сделать, братья и сёстры? В реальности это не так просто. Вот идёт даже сейчас война Украины с Россией. Россия два года воюет против Украины, и, скажем так, существенных каких-то продвижений, изменений нет. Это нужно будет, чтобы все государства, все цари начали подчиняться Антихристу. Как это реально сделать? Мы читаем Слово Божие. «И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые ещё не получили царство, напередут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Уже сейчас формируются, братья и сёстры, десять мега-государств. Президентами этих государств, царями этих государств будут только люди, когда уже непосредственно начнётся Великая Скорбь, а уже идёт подготовка к этому, обязательно с тайной беззакония, с этих масонских лож. Потому что написано, они имеют одни мысли. И вот каждому вот этому царю, этому мега-государству будет поставлена задача все рядом стоящие государства, более мелкие, взять под свой контроль. Фактически воцариться. То есть с мира будет создано десять таких империй. Десять империй. И надо за три с половиной года, чтобы царь каждого этого мега-государства мог подчинить себе остальные, сейчас около двухсот государств. Значит, если разделить, значит, каждое государство, оно должно подчинить себе девятнадцать государств в среднем. В среднем. То есть десять государств должны разделить своё влияние во всём мире. Сейчас есть около двухсот государств, то есть приблизительно около девятнадцати-двадцати государств должны пойти в подчинение одного мега-государства. Или стать их колониями, или стать их штатами, или стать их просто как областями. То есть фактически потерять свою независимость. В реальности свою независимость. Это задача непростая. Я ещё раз говорю, вот Россия, вот эти имперские амбиции, которые у Путина хочет в некой мире возобновить СССР, и он пытается Украину взять под свой контроль. Два года воюет, и существенных изменений нет, продвижений нет. Понимаете, это нужно будет не одно государство, а девятнадцать государств за три с половиной года обязательно взять под свой контроль. И когда вот эти цари возьмут под свой контроль вот этих девятнадцать-двадцать государств приблизительно, они станут такими, скажем так, тоже императорами, мега-царями. Но недолго, недолго будет продолжаться эта их власть, как написано, на короткое время. Потому что они эту власть передадут Антихристу. Антихристу. Это будет всё, будет договорённость определённо. Они передадут эту власть Антихристу. А у него они будут, конечно же, приближённые люди, то есть заместители, возможно, крупные такие, как облначальники или там по-разному они могут называться, братья и сёстры. Чтобы сделать эту работу непростую, выходит второй всадник, именно всадник войны. Потому что вот эти, как мы говорим, двадцать государств, конечно же, найдутся, но с десятьми, может, смогут вот этот мега-царь как-то договориться. Вот как, например, мы находим, что Зеленская, Украина, она не хочет подчиняться России, а, например, Беларусь фактически подчиняется России. И можно сказать в некоторой мере, что она является в некой мере как колонией России. Поэтому даже война с территории Беларуи зашла и на Украину. Будет часть государств, с которыми вот этот император сможет договориться. Но всё равно будет часть стран, возможно, это даже будет половина стран, этих двадцати-десять стран, которые не захотят терять свою независимость и быть просто как марионеткой, например, в этого царя. Которым, прямо скажу, Лукашенко является, это прямо, можно сказать, марионеткой Путина. И тогда нужно будет применить силу, силу больших масштабов. И за короткое время, за три с половиной года, нужно будет взять, видите, ещё раз говорю, небольшое продвижение, только два года войны, а никаких каких-то серьёзных, существенных продвижений России не удалось достичь. Это нужно будет, ну берём даже в среднем, с двадцати государств, десять государств, которые не хотят покоряться вот этому императору, нужно будет их взять силой. Десять государств за три с половиной года. Потому что в конце три с половиной лет каждый из них должен отчитаться, и каждый из них должен взять вот эту власть, чтобы он мог передать её Антихристу. Как это в реалии сделать, братья и сёстры? Конечно же, это будет с помощью силы, силы, с помощью войны, с помощью, опять-таки, будет массово применяться ядерное вооружение. Почему считается, что одним странам можно иметь ядерное вооружение, другим нет? Вот эти мегагосударства, они будут иметь ядерное вооружение, чтобы за короткое время принудить, заставить государства, которые не покоряются им, заставить силой, чтобы они отдали свою власть. То же самое, что мы находили в Японии, когда шла война между Соединёнными Штатами и Японией, и даже тогда были вовлечены уже советские войска, и фактически Япония уже проигрывала. Но чтобы показать свою мощь и чтобы ускорить этот процесс, Трумэн решает бросить атомную бомбу. Одну бросает атомную бомбу, они просто шокированы, но ещё не подписывают о капитуляции Японии. И когда брошена была вторая бомба, уже атомная бомба, они вынутили подписать капитуляцию. Япония подписала свою капитуляцию. Если бы они после второго взрыва не подчинились, был бы третий взрыв, и в конечном итоге они понимали, что фактически возможно была бы уничтожена вся Япония. Поэтому они будут такими темпами быстрыми принуждать эти государства подчиняться подчиняться вот этим императорам, десяти императорам, десяти царям, как написано в Слове Божьем. И для этого опять-таки будет применяться война, силовой метод. Вот этот князь, он будет помогать выдвижению антихриста. И вместе с тем два дополнительных вот этих князя, два всадника дополнительных, они будут, можно так сказать, доделывать ту работу, ту чёрную работу, которая не сделана с помощью снарядов, атомной бомбы, с помощью атомной бомбы, именно как ударной волны, с помощью пуль. То есть они будут уже доделывать эту работу путём голода, нищеты, путём болезней. И при этом будет увеличена смерть. Если мы сегодня говорим, что около 8 миллиардов населения, то четвёртая часть будет умерщвлена. Можете представить себе, 2 миллиарда людей будет умерщвлено за 3,5 года, за короткое время. Конечно же, я просто уверен в этом, что будет применяться ядерное вооружение. Считается, что сейчас, если бы применили ядерное вооружение, то от 1 до 2 миллиардов людей могли бы погибнуть. То ядерное вооружение, что есть. Поэтому, поэтому, какова взаимосвязь? Взаимосвязь, ещё раз говорю, следующая. Эти всадники, это начало Великой Скорби, и они действуют вместе, и они действуют для того, чтобы воцарить Антихриста. Основная работа будет делаться через войну. Через войну это будет праздник тьмы, одновременно и множество жертвоприношения людей. и вместе с тем работа под выдвижением Антихриста, воцарению Антихриста, и основную работу по этому будет делать князь войны. Через войну, через этот силовой метод будет забираться власть, и все цари мелкие, все государства мелкие, они подчинятся этим крупным мегагосударствам, мегацарям. А те, в свою очередь, передадут власть Антихристу, который через три с половиной года станет уже царём, президентом всей земли. И ещё раз говорю, помогать в этом будут всадник нищеты, голода и всадник болезни и смерти. То есть они будут, можно сказать, скажем так, то, что не уничтожила война, то, что не убила война, будет уничтожена, доделана вот эта чёрная работа с помощью нищеты, голода, с помощью болезней. И это всё приведёт, в конце концов, вот как завершение, четвёртый всадник, завершение приведёт к массовым смертям людей. Поэтому ещё раз, какая взаимосвязь? Первое, они выдвигаются вместе. Второе, они действуют для того, чтобы воцелился Антихрист. И третье, третий, четвёртый всадник, это как дополнение к первому всаднику. Поэтому всё будет вращаться возле Антихриста, его воцарения. И делаться основной метод это будет с помощью войны. А как дополнение, потому что война несёт за собой нищету, голод, болезни, будет доделывать остальную работу вот этот третий и четвёртый всадник. Такова роль и такова взаимосвязь вот этих четырёх всадников с откровением Иоанна Богослова. И да поможет вам Бог ещё больше углубляться в исследовании Писания, ещё глубже понимать Слово Божие, а и очень важно исполнять Слово Божие, братья и сёстры, потому что время коротко, нужно бодрствовать. Время, можно сказать, сейчас, когда идёт зов, грядёт жених. Понимаете, идёт приближение, восхищение церкви и, соответственно, великой скорби. Поэтому бодруствуйте, бодруствуем велико, братья и сёстры. Аминь. Редактор субтитров А.Сёмкин